Девчоночки, доброе утро, какого-то там следующего дня. Я сейчас себе сделала белковый коктейль, наш фаберличный. Люблю их, потому что, когда, допустим, нет ничего на завтрак, не хочется ничего готовить. Вообще, у меня вчера прикол был, представляете, я уже вчера собралась, накрасилась, оделась. И в итоге выхожу, понимаю, время уже 5, и я, куда собиралась по делам, уже туда не успеваю. И мне еще не хочется, мне хотелось заехать в ленту, но купить там кучу всего. А это как раз 5 часов вечера, я пока доехала бы до магазина, там бы как-то полно народу было бы, толпа людей. Я хотела как раз приехать тогда, когда никого не будет в магазине. Вот, и я, представляете, уже вышла в подъезд, уже вызвала лифт, и потом такая постояла, подумала-подумала, и такая, нет, у меня чувство, не надо сегодня ехать туда. Вот я стараюсь как-то сейчас вообще жить интуитивно, рассчитывать вот этот на внутренний голос. И, представляете, я говорю, уже накрасилась, оделась, вызвала лифт, и в итоге никуда не поехала. А вот этот вот коктейль люблю за то, что, ну, дает такой быстрый перекус, возможность быстрого перекуса. И там он такой сбалансированный, куча всяких полезных ингредиентов. Я туда добавляю, вот ваниль я вам, который я показала, я еще добавляю туда мачо-чай. Мне чем нравится ванила, ванильный коктейль, тем, что можно туда добавить каких-то ядов, то есть на основе его, то есть это как бы основа, а на основе его можно делать разное разнообразие. И если я найду, я вам оставлю код, у вас то ли 10 скидка будет, если вот вы с этого сайта Маринель Ти закажете, вот, то у вас будет скидка там какая-то. У меня этого мачо-чая много, у меня есть вот, например, с имбирем мачо-чай, а, вот, ну, обычный такой, с имбирем, премиум, ну, это что касается вот этого вот Маринеля. Красный у меня здесь мачо-чай есть, Жиншинюлун я его еще не пила, и синяя мачо у меня есть. Да, все остальные у меня пошли уже другие чаи, и у меня вот это вот место как раз для всех моих чаев, то есть я здесь храню все там приспособления для чая, и вот там еще кокосовое молочко осталось, всего лишь 4 баночки, тоже нужно дозаказать. Вообще, что хочу сказать, сейчас на себя камеру переверну, у меня просто реально ретроградный Меркурий идет. Я на днях уронила камеру, ну, вот эту вот камеру, на которой я снимаю, это раз, у меня первое происшествие было, ну, не первое, ни одно единственное, я вам до этого тоже рассказывала, у меня там были разные приколюхи. И потом, я вчера начала ирригатором проходить свои зубы, и он у меня просто вырубался, то есть вообще на пустом, на ровном месте, у меня никогда такого не было, я его и так уже, и так его включала, и так, и так, он вроде бы что-то пытается завестись, но у него не удается это. Вот, и вчера, девчонки, я сделала, представляете, скидка на херби, была 2 дня на иммунные препараты. Вот говорят мне, откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. И я родителям одну партию оформила, там я заказала витамин D3, К2, ну, то, что сейчас нужно для иммунитета, и вообще каждому, в принципе, нужен витамин D3. Я даже знаю людей наших русскоязычных, которые проживают в Лос-Анджелесе, это в солнечном таком, да, городке в Калифорнии, там, в штате, оно пьет D3, причем в таких лошадиных дозах, там, 10 тысяч единиц. И как раз на мою удачу на херби появилась скидка 20%, можете себе представить, на все иммунные препараты. Я родителям заказала в первый день акции, и начала вчера себе, то есть я вчера сделала заказ, он мне запросил карточку, я вела данные карточки, я нажала кнопку оплатить, и я сегодня с утра встаю, и мне пишет сообщение, приходит на почту, на электронку сообщение, что, а не хотите ли вы завершить все оформление заказа? Я как так? Я вчера уже все завершила. Захожу, и представляете, сегодня уже скидки нету, это 20% заказ у меня не прошел, и уже, естественно, не пройдет, акция закончилась. И, короче, написала я письмо в службу технической поддержки, я сомневаюсь, что мне как-то индивидуально продлят эту скидку на содержимое хотя бы в заказе, и мне придется эти препараты заказывать по полной цене. Ну, короче, трэш, я, ну, не ожидала, конечно, что вообще так получится, и вот это говорит об этом ретроградной Меркурии, то, что у тебя какие-то технические сбои, какие-то поломки, постоянно какие-то проволочки, долго, не знаю, что у меня с бровями, одна какая-то круглая, другая, другая какая-то с хвостиком, надо завершить. Вот, ну, короче, получается так, что ретроградной Меркурии, вот, хоть веривайте планету, хоть не веривайте планеты, да, в этот гороскоп, в эту астрологию, а так получается, что ты делаешь, делаешь, да, там, технически какой-то сбой, и все, то есть Меркурий, он отвечает за коммуникацию, за общение, то есть, возможно, какие-то сложности, за проволочки в этом, ну, то есть, ты оформляешь какие-то документы, а у тебя все это тянется, тянется, и ты не можешь никак завершить, и еще, плюс ко всему, поломки какие-то технические и так далее, ну, реально, как бы, он лично у меня дает о себе знать. Вот, так что вот так, вот я сейчас собираюсь по делам, я все-таки хочу заехать в ленту, собираюсь в ленту, там записала себе список тех продуктов, которые мне нужно взять, не только продукты, там еще кое-что посмотрю, если найду, нужно заехать сдать в Эберлик ведро, которое мне пришло не 5-литровое, а 10-литровое, в Фикс Прайс, наверное, зайду, мне там кое-что нужно докупить, и в Алберс, мне книжку нужно забрать, 9 жизней Луи Драксом. Я об этом фильме рассказывала в Инстаграм, если хотите, зайдите, фильм вообще потрясающий, я, скажем так, мне настолько он понравился, что я решила даже книгу себе заказать, потому что в книге говорят там, ну, больше информации именно о состоянии этого мальчика, и, ну, как бы можно откопать первопричину, потому что все равно фильм это скомканное такое, скомканное, ну, скомканное, смазанное впечатление, а там вот именно как раз в книге, ну, вот все пазлы в голове сложатся, почему вот он так поступал, и так далее, ну, вообще фильм потрясающий, посмотрите фильм, возможно, вы захотите даже книгу заказать, а в Инстаграме я решила подпишитесь тоже на Инстаграм, освещать какие-то фильмы, если которые, ну, какие-то мне понравились, я там буду немножко о них рассказывать. А вот, девчонки, кому-то идет с хвостиками, да, с забранными волосами, мне однозначно больше идет с распущенными, то есть вообще по-другому лицо, по-другому форму лица смотрится, ну, короче, распущенные длинные волосы, это мое все, мне короткие не идут. Все, девчонки, я в машину уже загрузилась, вот, хотела сначала одеть, я утепляюсь так зимой и осенью, некоторые, смотрю, ходят без шапок, я не могу, мне нужно все, и перчатку, и шапки, перчатки, и шапку, и все-все, и уги я даже все не нацепила. Вот, хотела одеть сегодня пальтишко, в таком, как я вчера одевалась, но мне настолько что-то удобно ходить в таких вот удобных вещах, типа курточек, кстати, вот эта куртка, это Фаберлик, представляете, из детской коллекции, ношу ее уже, она где мне только не была, она два раза в Индии у меня была, ношу ее года 4-5, как бы не больше, очень классная, удобная, теплая куртка, и мне очень-очень нужна белая именно куртка, потому что у меня много шапок бордового, красного цвета, синего цвета, и они не подходят под, они не подходят у меня под вот эту куртку, она одна единственная короткая, такая вот в спортивном стиле, или все остальные, они, все остальные, они такие у меня более классические, вот, короче, как-то так, ладно, поеду я, по делам. Я сейчас в Валентии, посмотрите, как украшают все, вот я люблю, почему Новый год, даже, наверное, больше, чем день рождения, то, что очень красиво украшают, и появляются игрушки разные к Новому году, смотри, сколько классные эти венки, а то стоят космических денег, но очень симпатичные. Вот такая новогодняя коллекция, сахарница тут у них появилась, жарко, пшал. Валентия, короче, много всяких приколюх. А я купила свой любимый, но не купила, еще буэно, здесь вот со скидкой. Потом вам приеду, домой покупки покажу. Какой здесь крутой хлеб появился вообще в Ленте. Без дрожжевой, всякий разный. Есть синий злаканный, синий зерновой. Есть содовый, зварной. Есть, посмотрите, вообще какая красота. Без дрожжевой зерновой круглый. Есть на паре зерновой. Короче, тут хлеба вообще. Как я давно в Ленте не была. Столько вкусняшек. Не хочу вставать, идти за своим другим фотоаппаратом, чтобы чётче было по картинкам. Смотрите. Это он так тут прилег. Так что ему эта комнатка тоже понравилась. Он прям кайфует. Так, ты тоже. Тебе здесь нравится, мам? К мамке на будуаре, тебе нравится? Ты прям так... Я лег туда на дно. Нравятся им всякие королочки, такие дырочки всякие. Кайфует. Видите, вообще какая красота. Не могу не снять. Сейчас я сделаю так, как я вижу. Блин, это нереальная красота, девочки. Это огромное красное просто солнце. Как в пустыне. Кстати, звонила и должна мне на следующей неделе прийти и помыть окна. Одно окно стоит 1200. Ну, конечно, космос. То есть, за два больших окна мне нужно отдать 2200. Ой, 2400. 2500. По-моему, тысяча, представляете? Вот. Но оно стоит того, потому что, когда у тебя грязные окна, то уже и так ни заката не видно. Она грязь-то отсвечивает. И, короче, я уже почти ничего не вижу. А тут самый смакт в этих красивых видах. Посмотрите, кто-то жжет вот там вот. Жжет, жжет траву или листву, или, может быть, шашлыки жарит. Обожаю частные дома. Посмотрите, какой закат просто нереальный. Просто красивый. Солнце шикарное. Такая красота нереальнейшая. Космос. Просто космос. Птица какая-то летит. И это все видно. И фокус опять подходит. Давай уже, фокусируйся. Невероятно. Ладно, все, я буду досматривать. Короче, у меня сегодня вообще неудачный день покупок. Вы посмотрите, как выглядит авокадо внутри. Это вообще тихий ужас. Я никогда такого авокадо не брала, не ела. Не пробовала. Короче, я купила сегодня икру. И она тоже прям, ну просто, отстойная. Она не свежая. Это прям чувствуется. Посмотрите, какой авокадо. То есть, если бы я жила рядом с лентой, то я бы, конечно, отвезла бы и сдала бы все это. Потому что стоит это 169 рублей, 2 штуки. Это просто очень, очень, очень дорого. Лучше бы я взяла обычный авокадо. Лучше бы я взяла обычный зеленый. И вот я сейчас разрезала один авокадо. Он просто чернющий внутри. Мало того, что он черный, он еще невкусный. Просто пропавший гнилой авокадо. Единственное, я около косточки вот чуть-чуть беленькое съела. Вот это вот съедобное. Вот это вот, это просто ужас, тихие. Второй, скорее всего, точно такой же будет. Сейчас я его отрежу. Девчонки, вот этот более-менее второй я сейчас разрезала, но тоже не фонтан. То есть, вообще, я ХАЗ больше не буду покупать. Он стоит значительно дороже, чем обычный зеленый. И вот такое вот говно купить, вот такое вот говно купить, это, конечно, денег просто немеренных стоит. Ну, сейчас хотя бы съем вот эту вот зелененькую. Так-то он, по идее, вкусный, если хороший, если нормальный авокадо. Ну, мне просто первый раз в такое чудо попадается. Короче, ХАЗ эти не берите никогда в ленте, потому что это кот в мешке. Лучше зеленых взять, либо обычные зеленые чуть-чуть, чтобы они были надавливаешь помятые и доспевали, чтобы дома, чем вот такой вот якобы спелый. И в итоге ужасный. Субтитры создавал DimaTorzok